Приветствую всех на канале разносторонние интересы. Решила сегодня немного поэкспериментировать с шостотником, который недавно получил из Китая. Взял я вот двигатель. Двигатель это у меня от моего самодельного токарного по дереву. Здесь такая вот коронка стоит из советского патрона еще. С этого в комплекте шел фрезер на термообрабатывающий станок на циркулярку. Насадка такая. Я ее приспособил на двигатель за коронку чтоб закреплять заготовку, шипы там хорошие. Двигатель этот у меня сам от мотора, от насоса, еще советского водяного насоса. Здесь был с нержавейки насос. Он мне был без надобности. Надо было пилить доску. Это уже давно я его разобрал этот насос и такой вот двигатель. Уже немного добитый. Уже отломал я ухо вот. Здесь отверстие было крепить. Я срезал я вот фланец этот и получается что когда поджимал так сломал. Так на двух болтах держался. Теперь на одном болте держится. А здесь чисто зацепливаю шайбой с этой стороны за эти вот штуковины. Болт получается и зацеп. Ладно. И на вибростоле использовала я его. Здесь прорези такие на валу с двух сторон. Ставил его с эксцентрики. В последнее время он стоял мне на токарнике на Позерову. У меня на канале есть видео. Там точил немного. Стоял на токарнике и вот я вскрыл его вчера. Здесь оказалось уже треугольником все подсоединено и выход с троих обмоток. Я то нашел другой двигатель помощней. Этот наверно 0,75 кВт был. Я нашел помощней. Ну там на шильдерской не читаться уже. Ну там на 383 выхода. Я его разобрал все. Оказались алюминиевые обмотки внутри. Ну буду пробовать вывести еще три конца обмоток. Потом прозвоним где что. Помощней буду делать. Я собрался делать токарный Позерову станок. Более-менее нормальный. Ну хочу подвести сюда шестопник вот. И поставить его на старый мой токарный. Покуда зима немного подошу. Подключил я получается вот это провод у меня от сети. А вот это уже к двигателю три провода пошло. Синий, коричневый и такой вот зеленый. Синий подключил я к выводу У. Этот коричневый выход В. А зеленый W. И соответственно на двигателе. Синий подключенный к обмотке У1. Это вот первая она от вала здесь отмешана. Все не попутано. Так что видно куда подключать. Второй коричневый КВ1 подключил и зеленый W1. Получается по схеме треугольник. Он полностью подключен. Ну мы будем пробовать включать его сейчас. Немного там в настройках этих разобрался. Что к чему. Вот записал. Программа 0109. ОК. Выбираешь там задержка оборотов. Короче 9 надо устанавливать. 0109. 01110 и 01111. Чтоб действовал это все дело. Задержка. Разгон. И задержка на торможении. И программа 0103. Это частота 0103. 0104 и 0105. В трех диапазонах там надо настраивать частоту. Чтоб она автоматически действовала потом. в процессе. А настроить частотник на 100 Гц. На 100 Гц. Ну. Буду если работать конечно на 100 Гц. никто не будет. Сейчас запустим проверим. Я вот пассатижи. Попробуем мал притормотить. Ладно. Буду включать я. все агрегат. Включился. Это было 0. Так. Резистор. В крайнее левое положение поставили вниз. В против часовой стрелки. Ну. Запускаем. Так. Пуск. Видим. Загорелись. Нали. Это на частоту. И слышно вентилятор. Раскручивается. Раскручивается вентилятор. Охлаждение. Процессор этого. Делаем. А. Пуск уже сделали. Так. Будем частоту поднимать сейчас. И смотреть за валами. Но видно. Вал неровный. С зубчиками. Где видно. Крутиться начнешь. Сейчас. Вот. Поднимая частоту. Уже с 1.8. Начинает. Крутиться. Два. Это маленькие такие оборотчики. Ну. Таких конечно работать не будешь. 10. Напомню. Я уже использовал на вибростоле. Использовал я. Этого. И на токарнике поделил. Этот двигатель. Так что уже подшипники немного посажены. Слышно. Шамотят. Добавляем частоту. 12. Вот. На 14. Его что-то сильно колбасить-то. Кипячить. Ну. Это наверное из-за подшипников. Я думаю. 18. 19. 20. Как-то непонятно работает. Вроде правильно посоединил. Ну. На 40. Вот. Нормально работает. Без всяких рейков. Наверное подшипники все-таки смазать надо. Сейчас вот сбавим. На 20. Попробуем тормозить его. Пассатижами. Так. Главное не докоснуться контактов. Чтоб не долбанулось. О. Останавливаться. Ну. Двигатель не мощный. На 20. С небольшим усилием таким. Притормаживается. И железо снимаем. Начинаем. Уже. Добавим. На 30. Попробуем. Так. Он покажет нам. Тормозится короче. Не знаю. Или это сотник таки. Или просто что двигатель слабый. Ну. Думаю. Если подзира утащить. То особо не затормозишь. Так его. Вот. Больше оборотов. Слышно. Вот. Больше оборотов. Слышно. Это он уже сам сбрасывает. Почтеньку. Оп. Встал. Ну. Обороты то набираю. Но что-то мне не нравится. Эээ. На усилие он то не очень. Стоп. Тяговитый. Таких. Вот я. Пальцами. На пяти легенько. Останавливаю. И даже. Килограммы. Хай два. Трежим всего лишь. На двадцати. На двадцати. Уже. Трудновато. Остановись. Ээ. Стружка в палец залезла. Железная. Сейчас. Я включу. 50 Гц. И. Нажимаем. Реверс. Останавливается. Двигатель. И в обратную сторону. Набирая. Соб обратный реверс включить. Уже. После переключения первого. Жмёшь, он не действует Чтоб переключить обратно Надо обратно нажать на пуск Вот, на пуск нажимаешь Он тогда срабатывает И начинаю я крутить В положенную сторону уже Жмём стоп Заглушили аппарат И вот покажу По программах, настройках Получается вот программа 0.1 Нажимаем мы на PRO Потом на OK Получается 0.1.0.0 И здесь вот выбор Вот 0.1.0.2 это 0.1.0.1 кажется И 0.1.0.2 это Выносную эту Резистор сюда подключать Это регулировать Что растат И подключать выключатели сюда Аверс-ревес Первые программы Кажется, были там Вот 0.1.0.3 нажали мы Нажимаем на OK Вот 100 Гц установлено Жмём вниз Сейчас Зачем сети сделаем Так Чтобы не проскорчить Это программа 0.1.0.0.3 Так Сейчас 70 Слева 70 Так Нажимаем Пуск Это 0.1.0.3 Вот я сделал Хотя И 70 Добрали Но всё равно Получается У нас Сотку Догоняем Заходим Опять В программы 0.1.0.3 Набираем 0.1.0.4 ОК Опять Здесь Сотня стоит Делаем 70 И сюда Перегнал Немного По чуть-чуть Что мне Браск хочет То что Когда держит Так Быстро Пролетает Здесь Потихоньку Так Нажали 70 На ОК Выходим Жмём Пуск Опять Набираем Набираем Обороты Вот На 27 Мотор Работает С этими Рылками Непонятными Не знаю Вроде Правильно Подсоединённые Но Скорее всего Что подшипники Храновые Дает До 50 Уже нормально Ровно Работаем 70 Гц Больше Не идёт Это программа 0.1 Реверс Жмём Сейчас Дойдём Реверс Работает У нас Остановка И в обратную сторону 70 Гц Убавляем Ход Сбросили А на 15 Кажется Секунд Стаю На Торможение Чтобы Быстро Не это Это программа 0.1 0.4 Была 0.1 0.3 Настраиваем На 70 И 0.1 0.4 Получается Тогда Он Запоминает Там Нижний порог И верхний порог Программа 0.1 0.5 У нас Тоже 70 Стало Была Сотка Кажется Если 0.1 0 4 Строишь Пятая Тогда Сама Уже Аутоматом Сбрасывается Видна Основная На Это Чтобы Запомнилось Получается То Что Мы же не регулировали А она Стояла На 100 Тоже Ладно Посмотрим Что 0.1 0.6 У нас Здесь Тоже Что-то По герцах Регулировка А сюда Не лазим Особо И не надо Можно Тоже Попробовать На 70 Поставить Может Поставим Здесь Так Будет Ровнее Работать Ну Поэкспериментировать Можно А нет Что-то Она До 59 Догнала И Все Значит Это Наверное Не герц А так Что-то Поставим Тогда Если Буду На 0 Сюда Лезть Не будем Попросили А китайцам Не сбросил Полностью Инструкцию Там На русском Но Сильно Подробно Можно Разобраться Эта Инструкция На русском Немного Помогла Мне Разобрался Хотя Что К чему И По Следующим Хочу Вынести Резистор Этот Рестат Выносной На станок Сам Поставить И Выключатель Реверс Веллер Чтобы Нежат По Инструкции Написано Что Выходит Этот У нас Рестат Состроя Быстро Начнем Пользоваться С этого Пульта Управления Что Лучше Сделать Селедостное Выносной У нас Везде Можно Купить Или Со Старых Деталей Снять Сейчас Разброс Сделаю Программа Эта Сделаю Посмотрим 70 Герц Рекомендуется На 70 Работать С двигателем 10 Герцовым Высшая Уже Плохо И для Секшотника И Для Самого Двигателя Ну Работая Вроде бы Нормально Получше Семя Конденсатором Пускай Отпускай Конденсатором И нельзя Было Обороты Регулировать То Не Очень Было Особенно Когда Заготовку Ставишь Крылую Еще Не Отцентрированную Не Обточенную То Опасно Было Здесь 2700 Оборотов Пашти 3 Ну Будем 3 Считать Так Можно Будет Вот Нерба Наполовину Сделать Там Например Тысяч Полторы Восемьсот Сколько Захочется Ну Пассатижами То он Притормаживается Конечно Если Вот Взять Розец Сюда Деревянную Заготовку И розец То Не особо Так Легко И тормозится Ростом Можно Острым Хорошим Особо Не тормозится А Прилепил Хорошо Пассатижи Не Затормаживается Так Остановил Это Всего Лежит 15 Гц У нас Немного Но Держать Уже Нельзя Добавим 20 Немного Быстрее Стало Вот Мне Нравится Это Подергивание Его Вроде Подключил Правильно Дергаться С индикатором Проверить Светится Эта Фаза Тоже Светится И Эта Светится Три фазы По 220 С выхода Его Должен быть 20 Гц Жмем Реверс Или Я уже Его Жал Наверное Когда Реверс Не работает Уже Раз Нажал Его Сработали Обратно Крутить Реверс Уже Не Переключается Что Крутить Обратно Тую Сторону Что И Крутили Надо Нажать На Пуск Вот Нажал Нажал Пуск Я Встал Нормально Сразу В Обратную Обратно Чтобы Включить Противоположную Сторону Уже Жмем На Реверс Сработало Становился Стал Крутиться Противоположную Нажимаем Опять Не Работая Уже Жмем На Пуск Работаю В ту сторону Первоначальную Которой Работали Ну Так Для Первого Раза Разобрались Немного Разобрались Как он Работает Этот Шестотник Минимальные Его Функции И Возможности 70 Гц Сбрасываю Я Полностью Вот На Ноль Время Его Торможение А Наверное Или 8 Секунд Устанавливаю Наверное 8 На Торможение Все Так Устанавливаю Работаю Все Нормально Что Скажу Сейчас Им Кто Не Пользовался Особо Ну Работаю Гудить Внутри Вентилятор Единственное Что Сейчас Я Выключу Уже Вот Питание Отключенное Он Светится Это Ошибка Какую-то Выдаю Выключилось Реле Только Что Отшел Нажму Напуск Сейчас Ну Уже Реле Выключилось Я Выключался Розетки Потом Опять Напуск Жал И Он Еще Даже Было Электричество Что Вентилятор Крутанусь Секунды Три Ну Уже Щелкнуло Уже Не Выключаться Покуда Мы Экспериментировали Тут Ничего Не Нагрелось Не Слышно Чтоб Нагрета Было И Покупал Я Этот Шестотник На Фото У меня Там Было Здесь Вот Стоит Микруха Сейчас А Там Стояло На Фото Продолж Сайта Что Продавал Целая Плата Такая Маленькая У этого Что Прошел Платы Этой Нет Стоит Вместо Платы Микруха И Здесь Вот С двумя Выходами Не знаю Как эта Штука Называется Диодом Называть А Там Стоял Транзистор Вот Здесь Вот Видно Под Проводом Вот Такой Транзистор Стоял С Холодильником С Этой С С С С С Транзистор Плата Небольшая Управление На этом же Платы Управления Нет И Транзистора Не знаю Или слабейший Или просто Что Заменили Микросхемой Все это Дело С этой Стороны Транзистор Конечно Если бы Дополнительный Был Лучше Наверное Было Ну Посмотрим Подключу Этот двигатель Проверю Включаться Все нормально Подключу Его поставлю Обратно На станок Свой Токарный И Испытаем Его потом На станке Как он Будет На сопротивление Работать Этот частотник Подприжимать Колодку Можно Сильно Не сильно Ну Точить Особо Сильно Сжать Не надо Главное Хороший Стоял И раз Сами Не обзавелся Со старой Стамески Выбрал Полукругом Так И все Да Приварил Ручку Длинную С арматуры Вернее С пластины Железной Будем Пользоваться Будем смотреть Понравится Шестотник Мне этот На этом Агрегате Данном То Может Еще закажу Один Здесь Вот крышечка Такая стоит Контакт Закрывает Я снял Когда Прикручивал Провода Прикручивал И Задняя Задняя Передняя Хода Уносные Лучше Конечно Сделать Все это Отдельно Чтобы Панель Все время Не крутить Потому что Какая-то Хлипенькая Поставлю Зеленый Такий Советский Мощный Резистор Сейчас Покажу Вот этот Там От 2 Кило До 10 Этот Резистор На 3 3 Кило Ома Резистор П П 25 Г 85 Года На 2 Года Можно Сказать Это Младше За Меня Резистор Хороший Такий Брал Я Для Других Стелей Но Не Пригодился Здесь Паладьевые Накладки Стоят На Ползунте Самому На этом Так что Это Надежная Вещь С чем У меня Тут Запчасти Разные Тилисторы Дионы Транзисторы Такие Мощные Старые КТ 85 Б Это Отдел Зарадку Раньше Покупал Зарадку Такую На рынке Автомобильную Самодельную Здесь Стоит Трансформатор С телевизора Немного Перемотан И Стоял Амперметр Советский Стоял Круглый Вон Спортился А сюда Купил С Китая Вольт Амперметра Поставил Отдельно И на Его Поставил Плату Питания Отдельную Того Что Когда Попытался Запитать От Трансформатора Это Уже Постоянным Током Запитал Он Поработал Там Минут Пять И Перегорела Дорожка На Плате Этого Вольтамперметра Так что А запитал Низшим Током Получается Он На 12 А запитал На 7 Там С Половиной Вольт Ну Работает Все нормально Так что Не переживаю Будет Работать Клюшил 22.4 Вольта Амперы На месте То что Нагрузки Неба Можно сказать Совершенствовал То стрелочки Были А сейчас Электронный Стоит Кабло Это Питание Самого Блока Это А это Уже Сколько Он Выдаёт 22.4 Это Получается Дорожка